Ирина, я рада вас сегодня приветствовать. Вот уже третью неделю мы с вами занимаемся. Я хотела бы узнать, как у вас ощущения от нашего курса. И давайте начнем с первого вопроса. Как вы вообще нас нашли, пришли? Как получилось нас встретить? Ну, наверное, это было проведение судьбы. Я на Фейсбуке искала что-то такое, чтобы мне помогло выйти из тяжелого положения, и морального, и физического, а точнее, закончить болезнь. И сама для себя поставила такой момент, что не на первую попавшуюся... не на первый попавшийся материал ткнуть пальчиком, а вот, чтобы зацепило. Ну и почему-то зацепило. Как вам нравится вот этот вот ритм? То есть вы успеваете... Ну, как вам вообще, начиная от установки дня и... Ну, я думаю, что ритм хороший, он немножечко так подстегивает. Если бы было чуть-чуть свободнее, мы бы вообще расхлябанно себя чувствовали, как ученики. И, наверное, бы не делали. Ну, это как для студентов сессия. Нужно вложиться в этот день, сделать вот это, это, это. Я себе на листочек выписала, потому что я сначала, да, терялась. Это сделала, то забыла. Или наоборот было. А сейчас я понимаю, что мне нужно сделать. Ну, тоже бывает иногда, чего-то пропущу. Но основной смысл, я уже ритм поняла, и это правильно. Это нас немножечко стимулирует, подстегивает. Ну, я рада. Какие есть изменения? Вот есть у нас такой момент, установка дня. То есть вот, допустим, без нашего курса, да, как день проходит? С нашим курсом, как день проходит? То есть сейчас уже можно как бы определить, да, есть вообще разница или разницы нет? Нет, надо хорошо сказать. Разница есть существенная. Но в этом, в этих словах я не хочу сказать, что мы, хоп, и из, скажем так, из нулевого класса сразу в выпускной класс попадаем. Нет, конечно. Я понимаю, что этот курс, это такая, ну, вот есть такое изречение, чтобы система была устойчивой, ее нужно периодически встряхивать. Так вот, я думаю, что этот курс, это вот это вот встряхивание вот этих наших солнечных часиков, которые внутри нас должны быть. У каждого из нас они находятся. Это тот момент, когда, ну, не хочу говорить слово энергия, потому что, ну, как для простого человека, то, что у нас внутри нас наполняет, чтобы вот это все переколомутило, струсило. И если это надо, оно должно где-то там засыпаться в какие-то наши закрома, а то, что не надо, оно должно отсеяться, выпорхнуть из нас. Ну, вот если мы говорим о том, что человек — это какой-то сосуд. Поэтому, ну, как-то так. Всё. Что больше всего запомнилось вот за эти три недели? То есть есть какие-то какие-то особые, что ли, видео, которые запомнились, не выдавая, конечно, техники, да? Для меня сначала большое впечатление оказала собака с зеркалами. Такой сюжетик, ну, как правило, люди за сюжеты цепляются, да? Какие-то эмоции выходят. Вот такой поучительный момент. И оголяющий, оголяющий, оголяющий все твои проблемы, скажем так. Пусть не проблемы, но какие-то вопросы. Ну, у меня восьмой урок и пятнадцатый сыграл большую для меня такую вот роль. Не знаю, почему. И какие-то у меня определенные там затруднения были. Ой, ну как же ж не говорить, что эти техники не называть. Ну, попробуйте, чтобы, ну, как-то, ну, чтобы, ну, не знаю, ну, не саму технику. Я хочу сказать одно, что первая неделя для меня, например, была такая, вот, знаете, как действительно человек попал, ну, не в комнату смеха, а в такую зеркальную комнату, как вот в зеркала со всех сторон. И ты в этой неделе, ты ходил, и в каждое зеркало смотрел, и шарахался, или смеялся, или плакал. Ну, вот такое вот ощущение было первой недели. Вторая неделя, ты такой, опа, а я живу на этом свете. А вот он я, вот моя рука, вот мои мозги, вот мое сердце. На третьей неделе ты входишь, ты понимаешь со всеми этими аффирмациями. Почему-то вот я до этого проходила курс у психолога, и я считала, что так и должно быть. Меня поддерживали во всех моих, если можно так сказать, словах, скулениях. Меня, я так думала, что меня приводили в хорошее состояние аффирмации. Ну, как только ты их переставал говорить, и состояние этого вот почему-то проходило. Может, я мало говорила, я не знаю. А в этом курсе аффирмации поддерживаются медитациями, или наоборот, я вот не могу. Всё правильно, всё правильно. Это только комплексный подход с камнями, с ароматерапией, с ревексологией. Да, и здесь получается, как я это понимаю, ты сам себе даёшь какую-то установку, какую-то информацию вкладываешь сам в себя. Потом ты работаешь физически. Ну, вот йога, цигун, ты тоже, можно сказать, наполняешься. И вот этими аффирмациями, медитациями ты это как шлифуешь, как вот морской камушек ты сам себя... Ну, может, морской камушек это, конечно... Не, очень-очень хорошо, это вот эта вот полировка идёт. Да, да, да. Получается, что ты попадаешь, скажем так, в шлифовальную вселенскую машину. С одной стороны тебя отрихтовали, с другой стороны... Вот у Высоцкого есть хорошее стихотворение. Нас бросает от края до края, по краям расположены двери. На одной... ой, на... ой, забыла. На одной написано знаю, а там на другой написано верю. И одной головой обладая, никогда не войти в обе двери. Если верим, то верим не зная, если знаем, то знаем не веря. Вот жизненное такое стихотворение, и вот какая-то там параллель происходит и здесь. Вот действительно мы в таких небольших, ну, как я имею в виду ученик, ученик, попадаешь в жернова такие. Есть вот эта энергия, в которой ты пытаешься себя найти, есть мир, в котором мы каждый день живём, и нас обтирает, обтирает вот это вот наше существование среди людей и среди своих же мыслей. И вот это нам надо ввести во такой, во внутренний баланс. И вот мы сейчас, допустим, на теме, на изучение третьей чакры, там, где должно быть всё сбалансировано. Я про эти чакры не раз слышала. Это такая чакра, это вот такая, вот такого цвета. А сейчас, ну, ты как прощупываешь всё через собственную шкуру, через кожу, и ты понимаешь, что я для себя, например, сейчас заново открыла, что третья чакра — это, скажем так, укращение огня. Это не просто огонь, а это укращение в себе вот этой норовистости, какого-то максимализма, каких-то там доказательств кому-то, о чём-то. Это просто должен, этот огонь, он не должен сжигать на своём пути, он должен, наоборот, умиротворять, он должен согревать. Вот это для меня было таким приятным открытием тоже. Тут каждое занятие — это открытие, поэтому очень много говорить на эту тему. Окей. Инна, смотрите, вы взяли, в принципе, ВИП, да, в отличие, там, ещё других участников. Что запомнилось, ну, понятно, это уже более индивидуально, да, это наши, там, четыре встречи в ЦУМе, четвёртая встреча ещё будет. Зеркала — это было оттуда, я уже поняла. Что бы вы хотели, не знаю, что-то сказать о ВИПе, такого участникам, которые думают брать им, допустим, одну, один пакет или взять им другой пакет? Вот, на ваш взгляд, чем эти пакеты различаются? То есть, понятно, мы и там, и там, там есть письменная поддержка, да, тут как бы встречи в ЦУМе. Ну, не как бы, а встречи в ЦУМе вживую. А с группой. Вот как это... Да, тут момент такой, что если человек, я понимаю так, если человек хотя бы немножко знаком с вот основами вот этой биоэнергетики, то, наверное, он чего-то там сможет сам осилить в уроках. Но если ты ни разу не пробовал медитировать самостоятельно, причём, опять-таки, медитации у йогов при выполнении физических упражнений — это такой балдёж, ну, грубо говоря, а здесь медитация — это работа, работа, когда ты потеешь, можно так сказать, да? Да, сбрасываешь вес и сбрасываешь мысли, и сбрасываешь вес. Сколько мыслей, столько веса, сколько веса. Да, вот у меня, например, у меня такое вот понимание того, что если бы не ваша такая вот поддержка, когда мы лично все, я бы, наверное, не смогла. У меня бы просто не хватило бы духу. Я бы просто... Идёт поток информации, если его раскладывать... Ну, я имею в виду занятие, да? Если его раскладывать по полочкам, понимать, он усваивается всё хорошо и спокойно. А если ты здесь не понял, здесь не понял, и оно накопилось, ты потом не знаешь... Как студент перед сессией ты не знаешь, за что схватиться, как вернуться и исправить своё неправильное там либо понимание, либо там какую-то свою интерпретацию. Поэтому, если уж человек заинтересовался этим, если он понимает потребность свою в этом, то тогда всё-таки видеоурок хотя бы раз в неделю, он очень весомый. Он всю эту неделю направляет, он поддерживает весь курс обучения, скажем так. Потому что это и эмоциональный толчок, и... Как правильно сказать? Если у тебя что-то не получается, тебя поддержат, дадут правильное направление. Дадут пинка. Да, да. И ты не один. Ты не один. Вот здесь вот действительно играет большую роль. Потому что у меня, например, были определённые проблемы с представлениями. Там чего-то себе в голове надо представить. Для меня сначала это было очень сложно. Я не скажу, что у меня всё получается. Но если бы я была одна в этом состоянии, я не уверена, что я бы смогла до конца дойти. Не знаю. Вот так. Ну, конец на следующей неделе. Но курс пройти, в принципе... Ну вот, а наша поддержка, то есть как вы её оцениваете? Вот эта вот письменная поддержка. В принципе, мы стараемся корректировку сразу делать ещё как только... Главное, чтобы человек написал, что у него не получается. Это же тоже не так просто. Да, когда... То есть люди привыкли пассивно что-то смотреть, да? Тут уже с рефлексологией приходится находить там определённую зону, да? Работать с ней. Уже какие-то тут ещё и цигун, и йогу делать, да? Ну, естественно, ваше время, ваше выбранное время. Вы можете цигун или йогу делать один раз в неделю. Я рекомендую каждый день встали, сделали йогу, потом установку дня, да? Так у нас построена программа, но разные ситуации бывают. И, в принципе, она такая... Мы постарались её сделать, чтобы она такая была, скажем так, флексибельная, да? То есть такая, двигающаяся под человека. Ну, в принципе, вы всё сказали. Есть какие-то пожелания тем, которые, не знаю, сомневаются брать? Как вы считаете, человек, который, ну, совсем не зуб ногой, может всё-таки освоить с помощью письменной поддержки нашей корректировки, если он действительно делает задания, да, допустим, без четырёх встреч? Или, ну, вот как вы считаете? Ну, каждый... Просто важный... Ну, это зависит от каждого индивидуального, конечно. Да, да. Каждый человек индивидуален, я не могу сказать. Если я сейчас скажу, что человек не сможет, а у человека, может, просто нет возможности оплатить ВИП-занятия, но он очень хочет попробовать себя хотя бы сейчас узнать начало, да, допустим, пройти этот курс сейчас без ВИП-занятий, а потом он заинтересуется этим и пойдёт на ВИП. Может быть так. А я сейчас скажу, что не получится, и он вообще не пойдёт. Это будет неправильно с моей точки зрения. Ну, я думаю, так. Если есть возможность, нужно просто очень постараться, чтобы был ВИП. ВИП – это действительно... Тебе самому легче. И ещё хотела сказать про... Здесь есть третья сторона медали, когда на каждую чакру рассказывается о маслах и о камнях. Это вообще засасывает, это вообще хочется и того, и того, и того, и того, и всё надо. И вообще это всё замечательно, и без этого вообще жить нельзя. Ну, это ты уже сам к этому приходишь. И, ну, я, допустим, себя вспомнила в студенческие годы, когда вот ты совсем молодой-молодой, и хочется и такую, и такую, и такую, там какую-то висюльку, и серёжку, и всё. Вот сейчас ты молодеешь, действительно. Ты молодеешь и внутренне, вот энергетически как-то. И вот эта, скажем так, забава с вот этими маслами, ты там запах этот услышал, тут действительно память запахов, она играет тоже роль. И когда ты сейчас хочешь себя переформатировать на положительные какие-то... уйти в положительные ресурсы, то запахи, они действительно тебя к этому подталкивают. И то же самое здесь человек тебе, глядя тебе в глаза, рассказывает и то, и то, и то. И какой камень, и какое масло должно быть. И вообще общение глаза в глаза, оно намного приятнее. И оно легче, просто легче. Я думаю, что нужно брать ВИП. Ваше спасибо, был просто классный отзыв. Вот мы, естественно, работаем дальше. По нашей программе. Были какие-то медитации, которые вот прям вот, ну, очень запомнились. Понятно, что как бы идет... Мы поднимаемся по чакрам и так далее, еще дополнительные какие-то медитации я даю. Еще иногда бывает по энергии, что-то приходит на группу, и я даю вот это вот так было женское раскрытие, как это, раскрытие женской сути, да, вот это вот с мандалой. Она мне пришла, я сразу дала группе. Прямо такие моменты тоже бывают. Что как бы вот еще можете рассказать, то есть вот по медитациям? Что как бы особо запомнилось, и где вы заметили, что хоп, есть вот этот сдвиг? У меня отправной точкой было, когда... Опять же, медитации называть нельзя. Нет, название можно называть, просто суть техники, естественно, нет. Дорога жизни меня так это... Как это, систему мою перевернуло. Немножечко меня так вот поставило вроде как на место. Вернее, не на место, а на путь истинный, скажем так. Я не могла вообще в эту медитацию войти. Что-то сначала получается, потом не держусь, не выходит. И действительно, благодаря тем людям, которые здесь не просто так сидят, а подстраиваются, подстраиваются под каждого из нас, треплющего нервы, скажем так. Так, потому что у нас не выходит. А надо, чтобы вышло. Ты вот сам сидишь, переживаешь, ну как же так, не получается. И опять тут большая роль придается человеческому фактору. Тебя терпят, скажем так, ну давай, ну как вот в детском саду малыша на горку, под попку подталкивают и здесь на курсе. Могу сказать, ну если я вас назову кураторами, это будет правильно? Нормально, нормально, нормально. Замечательно. Эксперты, скажем так, которые отвечают. У нас на нашем курсе отвечают, по крайней мере сейчас, как будет дальше, я не знаю, но по крайней мере сейчас у вас есть уникальная возможность получить ответы от самих экспертов. И ведут вас эксперты. То есть каждый день мы просматриваем вопросы, то, что человек написал, то, что человек увидел по медитациям. То, что... Да. У меня дети вечером уже знают, что маму трогать не надо. Сейчас мама там будет трюшки занята, и они там уже сами себе там чего-то находят. Мне муж говорит, все, понятно, сейчас в это время жена занята. Даже кто-то там теребит из друзей, знакомых. Он говорит, подождите сейчас, перезвоните там через время. Он сначала как-то скептически к этому относился, а сейчас, ну, можно сказать, с уважением. И он говорит, я... Он говорит, я... Кстати, я ему восьмое видео занятие давала и пятнадцатое. Он говорит, Инна, я не могу, я не могу. Как ты это делаешь? Я говорю, я не волшебник, я только учусь. Все, учите мужа. Очень классно. Ну, да. Поэтому, что я хочу сказать, что те люди, которые, ну, которым это неинтересно, они бы, наверное, не откликнулись бы на предложение, допустим, этого курса. Если человек уже посмотрел на программу, ну, в общем, заинтересовался этим, значит, у него есть потребность какая-то внутренняя, я не знаю, ну, просто так же человек бы залетных, наверное, не может быть в этой ситуации, потому что это глубоко такое внутреннее состояние. Опять-таки, вот медитация, у кого-то там такая медитация сыграла роль, у кого-то вот такая медитация. Я хочу сакцентировать внимание на том, что снова-таки подстраиваются под тебя, тебя поддерживают и говорят, хорошо, вот так не можешь, давай сделаем по-другому. По-другому не получается, хорошо, сейчас переформатируем, перекрутим вот так, вот так, но ты остаешь, ты приходишь к результату, пускай к маленькому результату, но ты идешь поступательно и основательно, можно так сказать. Поэтому чем дальше ты, вот, чем дальше проходишь обучение, вот как-то даже потребность уже появляется. А, а еще по поводу того, что в течение дня в любой момент ты можешь в группу написать и тебе тут же сразу идет ответ. Это не то, что только в это время выйди и только сейчас напиши. Вот умри, а напиши вот сейчас ответ. здесь, скажем так, я думаю, что для нас, как студентов, самая удобная форма обучения, когда ты задаешь вопросы и отвечаешь в то время, когда удобно для тебя, но в течение дня. Есть тоже определенные там рамки какие-то, чтобы ты не потерялся в этой информации, но ты ее освоил. Я считаю, что это правильно. Классно. Супер. Огромное спасибо. Вам спасибо. Что нашли время, пришли, рассказали для других. Ну, решайте сами ваш выбор. Брать вам такой курс или нет. Ты молодой. Да. И мы с вами увидимся на вебинаре. Пока.